Здравствуйте, меня зовут Гальская Елена, я из Нижнего Новгорода. Селекцией занимаюсь примерно 3,5-4. Очень люблю трейлеры, поэтому основное направление это именно трейлеры. Сейчас покажу несколько сортов. Можно убрать вот эту подставку? Да, если она не нужна для фотографии, тогда убираем. Крошка-мотылек, полумахровые, нежно-фиолетовые звезды, бледно-лиловые фэнтези в виде горошков. Фисташка с гробовым отливом кант по краям лепестков. Кустовой трейлер, полуминиатюрный. Полумахровые, полумахровые или махровые, бледно-лиловые звезды, обильное фиолетовое фэнтези в виде штрихов. Кустовой трейлер, стандартный. Красота. Шикарный. Ну вот этот я, конечно, не очень хотела показывать, потому что он как-то плохо. Не знаю, какой стороной повернуть лучше. Ну, чтобы ушки были видны, надо повернуть. Ушки красивые. Зайка. Простые сиреневые двойнётки, тёмно-пурпурные ушки на верхних лепестках. Кустовой трейлер, полуминиатюрный. Насчетно Зайка. С ушками. Так, летящая ласточка. Её привлекла форма цветов. Простые полураскрытые осы колокольчик персиково-розового цвета. Кустовой трейлер, полуминиатюрный. Ну, вот такое ощущение, что они немножко даже как сплющенные. Мириады бабочек. Простые аметистовые омёки с дополнительной парой листьев. Белолиловая фэнтези в виде горошка. Полуминиатюрный кустовой трейлер. Забава. Простые баклажаны и вонютки с левого глазок и кант по краям лепестков. У меня даже в молодом возрасте какой-то сливовый глазок внутри более яркий. Полуминиатюрный кустовой трейлер. Стандартный трейлер кустовой, когда яблок цветов. не знаю, как описать этот цвет. Розово-персиковый. Эстралистная розетка. Очень обильное цветение. Ну, тоже затемнение, да? У них есть на лепестках, на кончиках. Вот. Камера мне показывает. Оно проходит по мере распуска цветка. Это все новинки этого года. Да, это новинки этого года. Рутовские нити. Ну, вот из всех фантазинов, наверное, он мне больше всех нравится. Потому что он очень яркий. У него форма такая интересная. То есть половина цветов полностью не раскрыта. Ну, очень такой веселенький. Простые или полумахровые, бледно-пуфурные, чешевидные они. Обильная аметистовая фэнтези или штриховая. Полуминиатюрный цвет. Ванильные фантазии. С него уже листья рвали, поэтому он немножечко развалился. Вот так, тут достаточно плотная шапка. Махровые, темно-фиолетовые звезды. Бледная карандашная поема. Это не то, читаю, извините. Это можно будет вырезать. Полумахровые или махровые, нежно-розовые звезды. Обильная фиолетовая фэнтези в виде штрихов. А камера показывает, как гортензия. Когда крупный план, да? Как гортензия. Как в соцветиках. Стандартный трензий. Красота. Красота. Трензий. Листья вообще нет. Вероятно, что там. Цветочек тоже на цветах. Шумная вечеринка. Простые бледно-розовые анютки с дополнительной парой лепестков. Обильная метистовая фэнтези в виде штрихов. Тоже очень привлекла форма цветка. Смотрите, может быть, поближе можно показать. Конечно. Нижнюю длину. Стандартный трейлер. Здесь у меня нет описания. Полу-миниатюрный трейлер. Голубые. Я бы эту форму назвала, наверное, полу-колокольчиком, а не колокольчиком. Он не закрытый. Наверное, не закрытый. Полу-открытый колокольчик. Темно-синий. Полу-миниатюрный трейлер. Первое, что в голову приходит, колокольчик. Все равно. Все-таки. Привезла еще показать. Софт называется Артур Грей. Лист Лангефолия. Это ампельный трейлер. Форма закрытый колокольчик. Похоже на трубочку цветочки. А от какого цвета у нас веду форму цветка? В родителях не было такой формы. Да. У меня открывающийся колокольчик. Это меня отсюда. Буду ее проверять. Потому что непонятно, пока повторяется она или нет. Возможно, это химера. Называется мальчик с пальчиком. Это просто, да? Не миниатюрный трейлер? Нет, это миниатюра. Цветочки разные. Можно обратить внимание. Одни какие-то многолепестковые. Полуколокольчик, наверное, форму тоже можно назвать. Вот такой вот сенец получился. Пока не знаю, передается ли он листом. Сейчас я попробую его перевернуть. Чтобы показать. У лица есть вообще просто удивительно. Показать его листья. Не понимаю, что за дикость. Такого не было. Нет, это просто листом, только она какая-то... Нормальные родители. Конечно, неизвестно. Родители старые. Старые сорта. Не помню сейчас точно. Нет, два трейлера в родителей. Это мутация. Все остальные нормальные. Нет, это ни в мать, ни в отца. Это прям как мутация какая-то произошла. Вы ходили к стоматологу. Была у стоматолога с ним? Вот под рентгеном. Мама трейл-алонг. Да, трейл-алонг. То папа я не помню. Вообще не похож на трейл-алонг. Совсем не похож на трейл-алонг. Что-то коробочки попутаны были. Нет. С кем попутаны? Таких нету. С инопланетянином, если только. Все? Спасибо. Очень необычный. Нет. Вот. Все-таки, по моим наблюдениям, но это может быть опять-таки в моих условиях, у меня трейлеры цветут гораздо тяжелее, по сравнению со стандартным. Ну и с миниатюром. Вот. На ваш взгляд, что самое главное для того, чтобы трейлеры цвели вот так? Кустик мобильный. Что для этого требуется? Возраст, свет, удобрение, грунт? В моем случае я им не даю свистеть тогда, когда мне не нужно. То есть они находятся в состоянии покоя. Ну покоя, я так называю, без светоносов, с малым количеством света, без удобрения. И потом, когда я подготовлюсь к выставкам, я им резко даю удобрения. Сначала они живут в проголоде. Потом, когда вы... За сколько времени? Восемь недель. Это в моих условиях. Именно восемь. Сначала они живут тяжелой жизнью. Да. Сначала у них жизнь. А потом, когда у них счастье наступает, они тут же начинают христи. Да. А у меня они всегда живут счастливы. Поэтому они... Какой смысл напрягаться? Вообще, и так все хорошо. То есть есть мнение, что трейлеру нужно больше времени на вот такое обильное осветение. А так и есть это или нет? По моим наблюдениям. По моим наблюдениям, вот в этот раз я поставила чуть пораньше, и они перецвели. Сейчас. Хотелось бы, чтобы они посвежее приехали. Лена, а ты их поворачиваешь так, что они симметрично у тебя так цветут. Не водопадом, а по кругу. Поворачиваешь к свету или просто освещение сверху на стеллаже равномерно? Они на стеллажах стоят, да. Я могу листья убрать лишние. Больше ничего я не делаю, не кручу. Не переставляю с места на место. Не знаю, можно ли вас спросить, какое добрение вы используете? Для этих использований. Да, просто. То, которое сейчас на Вайлберис и на зоне, на которой сейчас много нареканий, это вот то? Да. И пока нормально, да? Пока нормально. А используется только красное? Только красное. А зеленое вообще не использую? Вообще не использую. Я, кроме как при подготовке к выставке, вообще ни во что не использую удобрения. Ни детки, ни стартеры, ни трейлеры, ни стандарты. Возможно, у меня пересадки часто, им хватает. Ну а вода, фильтр? С водой все не очень хорошо, на самом деле. Нет, не фильтрованная. У нас дом свой, скважина, но вода там была до последнего времени не очень хорошая. То есть были, очень много солей было. Но вроде как пережили нормально. А какие нарекания были на этисы интересные? А сейчас в интернете везде пишут о том, что известно из коллекционеров присылают фотографии о том, что идет гнид по листьям, и это как ожог именно, ну накопленный, так скажем, эффект от использования этиса. И листья с этих растений не укореняются, и головы не укореняются. То есть там дозировка должна быть меньше, потому что это странно. Добавляйтесь. Добавляйте как натиссонную бутылку? Она да, она сказала, что они просто сгорели. В начале этот разговор был про грунты, что в грунты стали что-то добавлять. Вот, а потом сейчас вот пошло что-то про этиса. Я вот много прочитала за вчерашний вечер на эту тему информации. Ну, значит, надо, наверное, уменьшить концентрацию, что ли. Но именно этим этисой я пользуюсь уже полгода. У меня тоже ничего. В таких же дозировках как бы... Плохое? Да, у меня еще есть несколько экспериментов со стандартами. Я про них забыла. Вот, вот, вот. Надо с доносом указать. Не видите ли? А у вас нетец? Ну, нет, нет. Здесь укореняются. Причем проводили эксперименты. Представляли, ничем не обрабатывались, и некоторое время они усиляют нормальную ночь. Ну, вот такой вот. Это тренер такой был? Нет, нет. Это я с стандартами немножечко эксперименцирую. Я уже все вместе с вами в Нижний Новгород еду. А что это? Это сеянец, стандартный сеянец. У него обычная зеленая розетка. Розетка хорошая, послушная. У него какие-то опознавательные знаки, номер там. Какой-нибудь рабочий название. Вот этот называется «Ночной патруль», по-моему. Я не помню точно. У него лепесточки почти отдельные прямо, да? Да. И темный, и темный шорт. Как Георгия. Очень долго держится. Интересно. Край зеленый, да? Да. Край зеленый. Да. Край зеленый. Да. Какая зеленая. Сейчас хорошо. Ростей не хочет сбрасывать зеленый цветок. Потому что он... И вот такой вот. Это небесный странник. Ну, я люблю сырье ушастая, поэтому... Что-то я нашла. Он синий-белый, да? Там как-то... Да. Глазок или что? Ну, обратная сторона беленькая, да, у него? У него как беленький глазок. А вот смотри, с обратной стороны он вообще белый, да? И смотрится как... Вот у меня на экране белая с синей каймой сзади, если сниму. А если здесь, то глазок. Я поливаюсь сейчас. А он еще и с монтарюшками, да? Очень красиво. Лен, может нужен такой трейлер. Да. Я буду стараться. Ты на трейлере, пожалуйста. Я буду стараться. Все, тогда наверное. А трейлеров-то есть посева? Да. А вот это вот, это на южной стреле или нет? Нет. На обычной листиной. Надо посмотреть. Спасибо.